который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что Он видел. Блаженны, и это сказано о каждом из нас, читающие и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем, ибо время близко. И я хочу сказать две вещи. Первое, это что мы получаем благословение, когда читаем и соблюдаем эти слова. Что значит соблюдать? Это значит хранить их в своем сердце. Это значит знать и понимать их. Не просто один раз прочитать их, но соблюдать их. Мы получаем благословение, когда соблюдаем их. Мы получаем благословение, даже когда просто читаем их. Но что означает, что время близко? Это значит, что когда Иоанн писал это в 96 году новой эры, это должно было скоро произойти? Нет. Я думаю, что когда мы придем в вечность, в то измерение, где нет времени, где вчера, сегодня и завтра, это все одно и то же. Другими словами, он сделал следующее. Он проскользнул во времени и бум, он оказался там, когда это происходило. Вот что там произошло. Иоанн, стих 4. Иоанн, семи церквам, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет. И это есть Иисус. Хорошо. Теперь, я должен задать вам вопрос. Зачем Бог написал книгу Откровения? Каждая из этих церквей. Но почему Он начал книгу Откровения? С того, что обратился ко всем семи церквям. Потому что суд начинается с чего? Правильно, с Дома Божьего. И Он делает не что иное, как начинает судить церковь. Потому что если Он начинает судить церковь, что тогда будет с грешниками? С ними все будет еще хуже. И это благословение. Суд — это благословение для тех, кто живет правильно. Сейчас мы пройдемся по этим семи церквям. И в мое время у меня было... И, кстати, позвольте мне так же сказать и сделать оговорку. Я не думаю, что у меня есть все ответы. В действительности, все, кто говорит вам, по крайней мере, в это время, что они знают все ответы на все пророчества, тут можно сделать только одно. Уйти от них, потому что они не знают всех ответов. И у меня нет всех ответов. Но я вам скажу, каждый раз, когда я это читаю, я узнаю все больше. И мы молились о сверхъестественном понимании, и Бог дарует нам сверхъестественное понимание. И в прошлом у меня был период, когда я думал, что это означает, что каждый век церкви будет длиться тысячи лет. Семь церквей — значит, будет семь тысяч лет. Но эти семь церквей... И я покажу вам место Писания, на которое Он открыл мне глаза, когда я просто прочитывал его утром. И не знаю, сколько раз я читал книгу Откровения, сколько раз я проповедовал по ней. И если говорить о книге, которую я заучил почти наизусть, то это, наверное, будет книга Откровения. Там есть места, которые мне даже не нужно смотреть, я и так знаю, что будет. Но все равно это ничего не значит. Некоторые из наших праотцов, отцов-основателей нашей нации, не только знали наизусть Библию, но и они знали наизусть всю Библию, до самого конца. И мне еще далеко до них, до того понимания, которое у них было. Однако я верю, что это семь типов церквей, которые существуют сейчас на Земле. Другими словами, так же, как есть разные динаминации, но Бог не смотрит на динаминации. Он смотрит на сам Дух Церкви. И есть семь типов таких Духов Церкви. И я думаю, что в большинстве своем тот Дух, который мы видим в Америке, можно увидеть в Лаодикийской Церкви. И мы немножко сегодня остановимся на нем. Хорошо. Вернемся к стиху 4. Иоанн, семи церквам, находящимся в Асии, благодать вам и мир от Того, Который был, есть и грядет, и от семи Духов, находящимся пред престолом Его, и от Иисуса Христа, Который есть свидетель верный и истинный, первенец из мертвых и владыка царей земных, Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею, и садилавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, «Слава и держава во веки веков! Аминь!» Ну, начинает он довольно дружелюбно. Потом он корректирует нас. Он начинает с того, что ему нравится, но потом он говорит, «Я имею против тебя, братья и сестры, я вам хочу сказать, когда мы предстанем перед Белым Престолом суда, я представляю, что это будет происходить приблизительно так же». Он скажет, «Знаешь, мне нравится, что ты сделал тут, здесь, здесь и там, но я имею кое-что против тебя». Но, к счастью, у нас будет адвокат, сидящий рядом с отцом, и он будет говорить, точнее, он выступит в качестве нашего свидетеля, он будет называть нас по имени, и мы скажем, «Слава Богу, ты мне все это простил». Стих седьмой. «Все гряду с облаками». И я думаю, это очень интересно, потому что если вы изучите облака, и, кстати, у меня есть видеокассета, которая называется «Правда о восхищении». Советую вам купить ее, потому что я прошел по Библии, и там целых 357 мест, говорящих о восхищении. И когда вы посмотрите эту кассету, у вас изменятся две вещи. Первое. Вы перестанете верить в восхищение до скорби. Это если вы верите в Писание. Второе. В вашем сердце установится картина последнего времени того, что будет происходить, когда вернется Иисус. И облака всегда ассоциируются с тем моментом, когда вернется Иисус. «Все грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его». Другими словами, как? Те люди, которые пронзили его в день, когда он висел на кресте, увидят его, потому что мертвые во Христе воскреснут, и возрыдают перед ним все племена земные. Теперь, давайте я вам задам вопрос. Те, кто пронзили его, это была пшеница или тернии? Это были тернии. О чем это говорит вам? Что в этот момент воскреснут мертвые среди терниев. Мертвые во Христе воскреснут в самом начале. Не те, которые останутся в живых, но мертвые во Христе. Помню, как-то у нас проповедовал Кевин, точнее, Кен Питерс, и мы записали очень сильное видео, я видел великую скорбь. Он сказал, что 20 лет назад у него был сон. Этот сон длился всю ночь. И он сказал, что в этом сне ему была показана большая часть первых трех с половиной лет великой скорби. Он сказал, что он видел здания во время великой скорби, которых не было, когда он проснулся. Но в последующие годы, после этого сна, эти здания были построены именно так, как было показано ему во сне. Итак, Бог подтвердил, что это было от него. Он видел, как будет выглядеть печать зверя. Он видел, где ее ставили. И видел, как она внедрялась. Одна из вещей, которые я хочу сказать. Послушайте, Сея грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его. И возрыдают пред ним все племена земли. Ей аминь. Окей, это было приветствие к тебе, церковь. Дальше он будет говорить о тебе. Он определяет себя. Я есмь Альфа и Омега. Начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и грядет Вседержитель. Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби. Подождите минутку. Почему он не сказал, я брат ваш и соучастник благословений? Почему он не сказал, я брат ваш и соучастник в вознесении? Почему он сказал, я брат ваш и соучастник в скорби? И позвольте, я скажу, я знаю, что много людей верят во многое из того, что говорится о двух свидетелях. Но я думаю, что это, а также другое местописание, о котором я поговорю позже, делает Иоанна очень подходящим кандидатом на одного из двух свидетелей. потому что он говорит там, я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби. И в то время это было правдой, потому что он на самом деле проходил большие скорби. Но я также думаю, что это слово можно отнести и к великой скорби. Но потом, как он, соучастник в скорби и в царстве и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа, он был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный. И я верю, что здесь он снова как бы проскользнул во времени и очутился в вечности всего на секунду. И там не сказано, что это было воскресенье. Нет, он не об этом говорит. Он сказал, что это день Господень, то есть он очутился в периоде великой скорби в последних семи годах. Он говорит, и я слышал голос позади себя. И я думаю, это интересно, потому что очень часто в Писании, когда мы видим, что люди говорят об ангелах, или о голосах, которые говорят с ними, так же, как Грувер. Он говорил, что когда его жена убила его в автокатастрофе, она заснула за рулем. Он сказал, что он был взят из тела, и его протащили через все небо, назад, на невероятной скорости. Он сказал, я пролетел мимо Луны и Солнца, вот так быстро, и так же быстро миновал все остальные планеты. Я улетел далеко за их пределы. И он сказал, что его тянули и в обратном направлении через все небо. А потом он сказал, что услышал голос позади себя. Он сказал ему, обернись, свет здесь. Голос говорил позади него. Он махнул рукой назад и сказал, нет, я должен вернуться к своей семье, моя семья нуждается во мне. И снова голос сказал ему, обернись, здесь свет. Он снова махнул рукой и сказал, нет, я должен вернуться, я нужен своей семье. И его отправили назад. Я помню Дмитру Дудумана. Он рассказывал, что как-то он находился на Черном море. Он сказал, что он нашел огромное количество Библии под открытой коробкой с печеньем. И он сказал, что откуда-то позади него, он услышал голос, который сказал ему, Дмитру, что ты делаешь? Разве ты не знаешь, что это я привел тебя сюда? Разве ты не знаешь, что твой отец пастор? Разве ты не знаешь, что твой брат христианин? Он сказал, что голос говорил позади него. Он повернулся, чтобы посмотреть, кто это. Он повернулся, и там никого не было. Он сказал, я начал трястись. Очень часто Бог говорит с нами сзади. Это и произошло с ним. И это было не в духе, это происходило с ним буквально. Когда вечность подошла к Иоанну на какой-то миг, и он увидел вечность. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец. То, что видишь, напиши в книгу, и пошли церквам, находящимся в Асии, в Ефес, и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодикию. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мной. И, обратившись, увидел семь золотых светильников, и посреди семи светильников, подобного Сына Человеческому, облеченного в падир, и по персям, то есть вот здесь, с золотым поясом, глава его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его, подобных Алкаливану, как раскаленный в печи, и голос его, как шум вод многих. Я сейчас поговорю о его голосе. Я только один раз слышал голос Бога. Я думаю, что Бог приоткрыл вечность и показал мне один из эпизодов Духи. Я говорю об этом на другой видеозаписи. Но когда Бог говорил со мной в тот день, не знаю, было ли это в Духе, в теле, или во плоти, но вот что я могу вам сказать. Это прозвучало для меня, как настоящий объемный звук. Это звучало так, как будто каждая молекула в комнате, как будто каждая молекула в воздухе, и даже краска, как будто все в комнате говорила со мной. Оно приходило отовсюду. Я не знаю, как объяснить это. Это лучшее, на что я способен. Но посмотрите, что он говорит здесь. Он говорит, что голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей семь звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч. И я не думаю, что это означает, что меч то входил, то выходил у него из уст. Это физическая картина духовного положения дел. Ведь Библия говорит, что слово Божье подобно мечу обоюдоострому, и оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов. Другими словами, оно проникает в самый центр того, к чему оно говорит. Оно бьет прямо в цель, и никогда не возвращается тщетным. Острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. Так же, как Даниил, когда он увидел ангела. Он сказал, что лежал без чувств, он упал ниц, он даже не мог встать. Когда Киндред Грувер рассказал нам о том, как он лежал ниц на полу и молился, как вдруг вся комната озарилась. И он сказал, моя голова лежала на руках, вот так. Он сказал, я открыл глаза, и я увидел ковер прямо сквозь руки. Он сказал, я не могу даже описать тот яркий свет, который вдруг осветил мою комнату.